девочки и мальчики всем огромные приветы ну что с чего начнем так во первых я выезжаю в крым мне люди пишут так возьмите с собой пуховые платки торгомешь там встанешь где-нибудь на рынке с платочками будешь торговать нет девчонки я еду отдыхать но этих платочки давайте вы разберете всего дома его отъезда вы знаете связался с этим старым коз сама не рада честно это в такую копейку влетит мне мне прям вообще дурно становится честно говоря хочется очень хочется отказаться потому что отказываться не будем давайте лучше платки продадим вот так девчонки смотрите вот оренбург лоток смотрите какой классный вот видите размер 130 наверное на 120 мягкий хороший платок без номера девочки я люблю качественные вещи вот ну нравится мне поэтому дешевые не беру уж понимаете как вы если уже взять так нет бюджетный тоже есть . стоит 10 тысяч распродажа девочки вот платок шикарнейший платок номер 2 20 дробь 04 знаете какой серо-коричневый девочки это тоже оренбург тоже цена 10 тысяч это вообще недорого не колется хороший платок девочки обратите внимание очень хороший пожалуйста вот смотрите какой эпох на нем хороший в общем . такой есть . смотрите у нас это не оренбург это такой небольшой платочек 6 ну 5 пускай 5 16 дробь 0 7 платок номер 12 если чё пишите на за 5 за 5 забирать девчонки мелкая мелкая работа прям тонкие тонкие нити да тут видно посмотрите какие накиды дырки от накидов то есть на спицы были два миллиметра понимаете поэтому такой плотный получился что нитка толстая связано очень плотно и вот в результате вышел вот такой платок прям плотненький за пять тысяч это прям вообще недорого и обмотаться раньше такие на голове носили ну сейчас ведь мы все модные так девчонки это плоток от родственников я сразу вижу них и пух всегда особенный и в общем-то вяжут одинаково мягкий-мягкий вот на такой основке темная основа серый пух девочки тут вот платочки они всегда у них недорогие вот такой платок девять тысяч девчонки тяжелый не за счет того что вот есть люди придут как сказать две нитки соединяют и на них наблюдают пух ну то есть чтобы у платка было тело типа платок уже должен быть чего-то состоять и он состоит из синтетических ниток которые якобы хб вот я как сделаю я вам сожгу это хб остаток то что вас там было осталось брошу в банку и посмотрите как это остатка по ней кромыхает то есть мы там синтетика так девчонки вот платок смотреть совершенно замечательный коричневого цвета платок это 27 2006 платок номер 20 стоимостью 11000 смотрите да вообще какой хороший девочки платок хороший дальше у нас опять оренбург нет ну да такой толстый или не оренбург да нет не оренбург но связано красиво 12000 хороший платок 16 дробь 07 платок номер 10 девчонки смотрите какой мягкий вообще шелковый красивый платочек рассматривать хорошо возьмите экран вот так к себе приблизьте кстати если у вас плохо показывает youtube то подписывайтесь на другие мои каналы у меня есть канал в тигран есть канал c есть вконтакте я есть еще я мог где есть вы по ссылкам пройдите в комментариях закрепленном вот если вы смотрите в центу я тоже там комментарии оставлю в общем то вот и мы с вами друг друга найдем потому что youtube ну закроют его все равно девчонки вот толстый очень тяжелый платок хороший вот моя подружка вяжет платки у девчонки всегда дорогие здесь и пуха набухано вообще шикардосный совершенно шикардосный платок 18000 девочки он тяжелый он стоит этих денег вот смотрите теперь тоже ее рука мне кажется платок еще тяжелее тоже 18 вот эти тоже платки не лезут вот все те кто придет на нитку они всегда ну знают косяки за своими платками что пух может вывести в том случае если плохо держится на нитку если плохо запрятать вот они всегда вот так за три волосина берут рисун для того чтобы доказать что лоток как бы никуда не денется не останется у вас на плечах пух вот поэтому я должен так трясу видите за волосины берут рису и говорю вот тоже никуда не денется я почему вам говорю ну потому что как вам сказать у меня вот я воспитан на другой школе мы на нитку никогда не пряли вот у нас платки все вязались без нитки поэтому я понимаю как отличить поэтому те кто вяжет на нитку специалисты знают что можно накосячить поэтому всегда так за волосины берут и тянут оренбургские платки связаны по-другому там идет отдельная нитка пуховая и отдельно основу вот две нитки рядом стоят их вот так между собой скручивают и тоже он не вылезет понимаете как потому что нитка пухова сама в себе а когда пух вот так запрятен вокруг нитки понимаете и слабая скрутка то он с нее просто-напросто слезает вот чтобы доказать что вниз не слезала его дергают за волосины понятно вам я всегда чуть интересно рассказывают так девчонки вот это оренбург и стоит это девочки стоит 10 тысяч платок номер один 20 20 7 тоже хорошо сделано . так девочки это у нас приедаем в общем пледы если хотите то пишите моя дочь вам покажет так давайте дальше посмотрим девчонки вот еще лохматенький платочек . хороший хороший реально хороший платок так 9000 платок номер 5 27 дробь 06 легкий тонкий платок вот здесь хорошо запрятен видите тоненький длинный тонкий пух вот из-за этого он такой пушистенький что пух хорошей тонкий понимаете легкий тоже разные бывают за девять платок номер 17 смотри какой тоже пушистый вот этот платок он подкрашенный красивый цвет у него вообще не колит вообще это платок 9 платок номер 17 за 9 вот смотрите какой красивый девчонки хороший этот платок реально красивый я помню почему я его брала потому что он очень красиво смотрится на солнце здесь мы сейчас смотрим вещи при электрическом совете а на солнце вот этот и вот этот платок прям переливаются так это вот недорогой тоже платок за шесть с половиной за шесть вы в 64 гляньте какой девчонки хороший платок турник кольца смотрите какая прелесть такой вот знаете и небольшой нормальный размер до 7 не укройся на плечи прям вполне очень даже хорошо вот мой любимый платок и всем салатуре никто не берет за 7000 платок номер двадцать один двадцать девять дробь мне так пух на не нравится слушать им пауру смотрите какой мелкими кучеряшками я постоянно рекламирую никак ему хозяин найдется вот зря среди какой хороший платочек вот девчонки так дальше дальше у нас такого подвесили палантинчик за 3 300 палантин номер двадцать девятнадцать дробь 05 а девочки это ручная работа вот смотрите такой палантин красивый это наш местный пух никакой он горни дай бог вот такой палантинчик видно девчонки выдавать эту вешалку прикончим и потом будем делать следующее видео что вот опять оренбург за 9000 платок номер двадцать пять девчонки какой он тоже хорош какой серо-коричье вообще не куют девочки забирайте я объясню про коз почему я говорю не рада во первых очень дорого машина в проект уже разговаривали 60 тысяч машина ну кроме того их неделю надо будет на базу держать вот сегодня разговаривал насчет сена тючок сен стоит 200 рублей но вы меня простите 60 коз если я привезу и подержу их неделю на базу я не знаю сколько они сожрут но я так думаю тысяч на двадцать им сенок точно надо 100 тюков на все-таки они съедят 50 тюков 50 тюков на 5 дней по 10 тюков 10 тюков на 60 коз ну да где то так и будет вот считайте 10 тюков по 200 рублей вернее как 50 тюков по 200 рублей это 10 тысяч это просто этот просто 70 тысяч надо сейчас просто выводить из кармана для того чтобы привести их к себе на баз просто и продержать неделю чтобы когда мы их выпустили чтобы они хоть чуть-чуть принюхали чтобы не разбежались они это сено сожрут это не в зиму и потом я их соединяю со своими и покупаю сено уже вдвое понимаете вот и поэтому конечно все эти благородные порывы это очень хорошо но они так бьют мне по карману поэтому вот продолжаем девочки давайте забираем разбираем спасибо большое кто поучаствовал двоих коз я все-таки привезла поездка туда на машине на легковое вошлась нам в 4000 плюс вот этих двоих коз это сколько за 11 тысяч мы купили вот считаете то есть понимаете все это бла-бла-бла-бла-бла по спасению коз вот как многие разговаривают конечно хорошо и продавать вот эти вот изделия по рублей 50 это тоже хорошо я замечаю когда ты придешь на базар и перекупил у тех людей у которых может им пух за бесплатным остался может они не знал применение все больше нигде не найдут и вот они купили и трясут платками по рублей 50 а вот если вы будете сами держать коз когда вы поймете сколько они стоят в содержании когда вы поснимаете с них пух ну за 250 вы косынки не будете продавать понимаете потому что это вообще каторжный труд каторжный на самом деле правда я просто хочу знаете чтобы не было таких вот иллюзий в головах моих зрителей девочки это дорогое производство я вам реально говорю это дорого табыча пуха это дорого сейчас на базаре все вот это вот вот это вот более-менее дешево потому что это ангора потому что это скупают пух за бесценок вообще у людей которые держат этих коз а те они ничего не зарабатывают они их режут я почему ставлю покупать потому что режут они никому не нужны эти козы понимаете зарежут и все вот но зато покупать дешевле 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 вот видите никто же не хочет брать там допустим платки 15 тысяч за 15 тысяч ты должен платок с чесать куда спрясть его постирать связать и все так ты должен продать платок и на эти деньги пойти и купить себе булку с маслом хлеб и масло дорожает понимаете только вот это вот на месте стоит уже сколько времени на месте поэтому вы не обижайтесь вот у меня дешевого еще нет потому что мне надо содержать своих животных вот так поэтому я вижу хорошие очень хорошие дорогие вещи чтобы я знала это я полумесяца с ней промучилась но я их продала и я там купил своим козом сено понимаете вот такая у меня политика партии вот девчонки ну нравлюсь не нравлюсь так девочки всех вас люблю всех целую переходите по ссылочкам в описании сейчас дальше буду смотреть что-то у меня есть мы все нового козы от нас никуда не денутся куда деваться будем запирать девочки ну вот эти козы про которых шла речь я их вам уже показывала перевоз случится после 25 числа я через два дня уезжаю в крым это поездка была запраника запланирована давно поэтому за козами поедет мой сын мы нанимаем машину ту которую смогли найти двухэтажную водитель этой машины мне кажется заломил просто запредельную сумму но не знаю может быть грузоперевозки сейчас так и стоит я по виду уже везде смотрела получается что у нас 700 километров в оба конца и вот это удовольствие стоит 60 тысяч ну так 80 рублей километр я не знаю как это дешевле сделать чтобы забрать много хозяйка хочет продать их именно мне но потому что она знает что я такая же любитель скос у меня с ними ничего не случится и все такое но в общем в общем я конечно подписалась на эту авантюру но потому что посмотрите на них ну как вот ну как и такое стадо можно пустить под нож и не планировала я это не просто свалились на голову можно сказать поэтому я конечно сопротивляюсь горячь но мы их заберем все равно мы их заберем черт с ним с этими деньгами они ну а купится наверно зимой пух с них продадим со стрижем вот так что девочки по зиме у меня будет пух ну вот я вам показываю чтобы вы понимали про что я говорю так сейчас продолжим и да я не жалуюсь да даже если жалуюсь это мой канал хочу жалуюсь хочу не жалуюсь я вам рассказываю просто вот просто своей ситуации которая сложилась ведь этих коз хотят порезать хозяйка мне позвонил и говорит заберешь иначе как мой муж их зарежет ну вот и все вот так у нас случилась эта история вот посмотрите какие они красавчики две штучки вот там которые подошли я показываю они у нас уже дома вот 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 этот дома еще один черненький тоже так что девчонки скоро я буду козьей королевой я и так королева скоро буду козьей королевой разбирайте платочки разбирайте все что я вам предлагаю все это вы можете заказать написав на ватсап номер телефона 8 960 870 94 67 там моя дочь она возьмет у вас заказ отошлет все почты доставка почты девочки почта подорожала 500 рублей это прям средняя цена вот последний раз мы отправляли посылки 480 470 самые дешевые это без почтового пакета смотрю там 800 900 рублей доставка ну то есть доставка почтой подорожала очень сильно я вам хочу сказать ну вот 500 рублей это где-то средняя цена то есть к этой вещи еще за доставочку придется заплатить а это я показываю пух это вот будет следующие 2 нитка вчера показывал своим телеграм-канале и в группе на ватсап напряло и вот этот козел которого мы привезли вот у него похожий пух будет мне тоже есть такие косточки прям голубой-голубой нежно-голубой пух и вот клиентка захотела платочкой я показываю ведь его вот он вот так девочки всем пока всех люблю целую жду от вас заказиков